I'll be switching numbers, yeah I did, just another color, switch it up, they'll be flipping thumbs up, yeah I know, bumping like a Wumba Looking down my name up on your phone, yeah I can not even fight the sun, I'm home, yeah, cause I'll be skipping over games, money in the bed, they say you make the night Доброе утро, рада приветствовать вас в новом Будапештском влоге, вторая часть В этот раз у меня не так много планов, как в предыдущей, но сегодня с утра я еду на Рыбацкий бастион, в котором я была вчера Но хочу уже увидеть его при дневном освещении, посмотреть снова на красивый парламент, опять же уже при дневном освещении Вот, еще там рядышком находится место, где я хочу позавтракать И после этого я еду туда, ради чего я сюда вообще приехала Я еду в купальник Геллерта У нас ночью прошел дождь, поэтому сейчас достаточно прохладно, но при этом и хорошо, как-то так свежо Вот, поэтому я шла в капюшоне, еще светочек постоянно что-то капает Вот так вот Немножко блюперская архитектура, а было здание здесь больше другого Вон буддайская крепость, после которой я вчера была Вот так вот, как-то еще прошел не только дождь, но еще и похожий снег был Следы остались Вот, получается, вход к лабиринке, поджигаясь под крепостью Сейчас там закрыто Но он работает, вообще-то Я просто не попадаю уже, к сожалению, скоро уезжать Но, в принципе, я думаю, это интересно Вот это вот желтенькое здание, это садик Только что видела, как много детей сюда приводили А я сейчас буду карабкаться вот туда, вот наверх Еще я нашла карту всего замкового комплекса Вот я сейчас нахожу там, где красная точка Как еще пойти, как бы, вверх к рыбацкому бастиону Вот, и с правой стороны еще, как бы, дайск, как я вас, который я царапала Я вернулась на то место, где я гуляла вчера Но теперь у меня есть возможность, видите, это все предметно наслаждение Очень красиво Это церковь Матиаши Вот, а за ней рыбацкий бастион, с которого я вчера снимала в Парламент Сколько мельчайших деталей Очень все ювелирно сделано И очень красиво А вот там вот я вчера была Рыбацкий бастион, откуда открывается вид на другую сторону На Пеште Я поднялась на вторую часть, на второй этаж Рыбацкого бастиона Здесь очень красиво Очень скользко и мокрое после снега Зато какой вид Ход готов сюда платный, а зимой нужно попасть Видите, это просто абсолютно бесплатно Сейчас я сяду на трамвай, поеду купальнин Гелетта И перед этим Жмешно одеваться Сфоткаться на коне Парламента Вот с этой аистанционной зоны Бахарит Хэрит, я не знаю, какой прозвольт Парламент Парламент Пробляет ничего себе Я приехала, который будет Гелетт Возле которого находятся термальные источники И сейчас я буду купаться Я слышала, что нам нужна шапка для головы Вот, и я не хочу ее там покупать Поэтому я сейчас зайду в обычный ДМ Это такой магазин, который у нас есть уже в Австрии Там, где просто товары всякие продаются Вот, и просто куплю там отрасовую шапочку Все, я взяла шапочку Все, теперь можно спокойно идти в купальни Термальные бассейны находятся в одном из отелей Гелетт Который в свою очередь находится в очень красивом здании Это считается самой красивой купальней в Белепеште Так, я уже купила билет Он стоил мне 5, нет, уже почти 6 тысяч хоринтов Вот, тут есть какой-то магазин Оно у меня прямо Даже можно, собственно, термальный бассейн Орентовать на термальную дорогу Так выглядит основной бассейн Это я поняла со второй этаж Тут находится пафе Вот такой вот пункт открывается со второго этажа ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, я уже собрала свой чемодан Сегодня мой последний день И я выезжаю Я сейчас отчекинусь из хостела А потом хочу забрать его уже Меня уже выселили из хостела Сейчас я направляюсь смотреть последние достопримечательности Провести как можно насыщеннее первую половину дня Уже в 3 часа Мне надо будет уезжать, успеть на свой поезд до Вены Вот Поэтому сейчас я направляюсь к замку Вайдахунят Очень странное название Он находится достаточно далеко В Пеште Но к нему ехать мне с пересадками Поэтому иду С утра был немножко туманно и пасмурно Сейчас вообще солнышко Все в супер Вот Сейчас уже идут в этот шпар Мне очень сильно хочется пить Но в кафе будет все дороже Поэтому я сейчас куплю с лесом Вот И когда поеду уже искать транспорт Который поставит меня к тому парку, где находится замок Я куплю себе апельсиновый сок Свой любимый Вот Я вот не могу одного понять Вене Я точно знаю, что можно пить воду из крана Я сама пью воду из крана И готовлю все из воды из-под крана А в Будапеште Да и в Венгрии, в принципе Мне понятно, как у них с водой Но я еще не видела, чтобы Это более в хостеле Кто-то пил воду из-под крана Поэтому Да, я тоже не рискнула И поэтому я все покупаю В общем, если вы знаете насчет воды в Венгрии Напишите мне Я так и не разобралась с этим вопросом Так, чтобы добраться до замка Карты Ну, там карты попадают мне использовать трамвай Почему трамваи? Потому что вот один мне нужен Потом вот на землю, как я сейчас приехал Только другой номер А потом мне нужно пересесть на подземный трамвай Вот так вот Камера не передает вот этот замечательный роман Который грузится из этого вот лорочка Сейчас у меня будет самый бельгерский завтрак Я хочу купить преддельник На самом деле Их тут очень много подъетов И по-другому называется Вот какой-то Курто, Скала В общем, я даже прочитать не могу Это вот слово, которое вертикально написано Это название от этих булочек Я знаю, что они называются трамвай И что они популярны в Чехии Ихняя родина считается Чехия Вот Но тут они тоже, как бы, вроде как традициональная будь Из-за них просто название Поэтому сейчас стоит 50 поинтов Это чуть меньше 2 евро Где-то 1,5 евро Я тоже купила себе такую булочку на вертеле Они настолько горячие, что у меня он даже пакетик, в котором я еду не захотел Я взяла с корицей Не видно тут, наверное, оно с сахаром и корицей В общем, это мой завтрак Сейчас мы тут только за стаджамный трамвай Тут точно наш главный проспект Тут я вышла с метро И сейчас я оказалась на площади героя Тут такой вот высоченный обелисик И уже там, впереди, вон там Виднеется замк, который мы сейчас поедем Я случайно обнаружила, где генпеточные бодекешки проводят свой зимний отдых Вот такой вот большой котов И прямо перед замком Вот его, какой красивый Замок находится вот в таком вот парке Кстати, я посмотрела На счет того, что вообще это за замок Не какой-то на самом деле не замок Потому что он был построен уже почти в современную эпоху Вот, это не какой-то супер старинный замок И самое интересное Там внутри находится музей сельскохозяйственной техники Я не знаю, каким образом в такой красоте может находиться сельскохозяйственная техника Но да, это музей С другой стороны расположился вот такой вот огромный котов Вот в этом здании можно купить билеты И кататься с видом на замок Солодкая музычка Вот Значит, ход в замок платный Но, опять же, там ничего интересного, судя по отзывам Там просто музей Солнце светит Вот Поэтому я вовнутрь не пойду А вот снаружи хочу его пофоткать Ну и просто походить по территории Он тут большая Он в таком парке огромном находится И сюда очень круто приезжать Наверное, летом Но я уже зимой Так что Буду смотреть, что можно посмотреть Мама, конечно, впечатляет Мужа поверит, что здесь живут вампири всякие Мне кажется, нужно сюда вообще приходить Чтобы почувствовать всю эту Средневековую атмосферу Хотя, как я спала, замок на самом деле мой Все, я иду вовнутрь Исследовать территорию Как я сказала Если не Попасть прямо вовнутрь здания Но, судя по Потому что, говорит Google Там, опять же, особо ничего интересного Если вы не любили сельскохозяйственной техники Вот А вот сейчас, где я хожу Сюда можно попасть абсолютно бесплатно Никаких вообще Ничего Никаких непропускных пунктов Ничего И можно фоткаться на фоне Всей вот этой вот Непередаваемой красоты Что, собственно говоря, происходит Я только что Свердила эту удивительную конструкцию Чтобы делать себе фоточки в инстаграм Так что подписывайтесь Я очень креативно все делаю Вот могу сама себя пофоткать профессиональными Я даже не на переднюю камеру фотку Потому что Передняя плохо фотка Я там на заднюю переворачиваю телефон И вот так поставила специально Чтобы показать Вот так вот Очень даже хороший ракурс получается Невероятно красивая локация для фото Тут представлены совершенно разные Культуры, архитектуры Я же говорю Это замок немножко современный Поэтому Тут представлены почти все эпохи Вот если смотреть со стороны Внутреннего двора На замок Где видны все его части То он очень разношерстный Получается от средневековых Каких-то структур Какого-то Ренессанса, барокко Каких-то очень Очень Вычурных форм Вот, например Как вот это здание Но совсем уже на средневековье не похоже Я сейчас вышла на станции Отеры Вот В принципе я буду постепенно Уже двигаться к себе в хостел Я хоть и выехала Но я стояла там чемодан Надо его забрать Здесь ранее Приехать на вузах Но перед этим Я сейчас иду пообедать В одно Достаточно аутентичное место В котором я совершила вот Так что Сейчас я отправляюсь к нему Оно работает с 11 С 11 И с 12 Еще осталось где-то минут Двадцать Мне погулять по городу И буду обедать Там могло быть очень красивое здание Отеры И поэтому Все заставлено вот такими непонятными заборами И так далее Вот такую вот красивую пустоходную полностью Я нашла Как раз такие красивые старинные здания Есть лавочки где можно посидеть Не ездят в машине В общем какая центральная улочка Какие-то магазины работают Но большинство из них Закрыты сейчас Не думаю Или еще сильно рано Или почему закрыты Непонятно Может коронавирус Еще что-нибудь Вот Но у нас очень хороший погода Как можете видеть Так что Я сейчас просто погуляю Вот По городу И посмотрю архитектуру Еще не могла не заметить Вот это вот Мое личное заведение The Magic Я не знаю По мотивам чего это Но буквы Похожи как у Гарри Поттера Вот эти вот Молнии Ихнее меню Очень интересно почитать Это на венгерском А это вот на английском Значит Morning treats to save you everything Это понятно Magic main course Борода Мерлина Потом Всякие тоже необычные Вообще вот Ведьминца салат Мармеладный 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 Русальный 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 Салат Не знаю как это сказать Детская еда волшебная Волшебника Какие-то Какие-то Очень интересные Названия У бургеров Там Какие-то Единороги Драконы И так далее Вообще Меню Долго похоже придумывали Интересно очень Музыка 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 У меня Закончился Проездной Я не уверена Мне покупать его на эту одну поездку Или проехаться с зайцем Неловко Но мне буквально пять минут не хватило Вот он Через минуты две закончится мой проездной Я не знаю я успею до этого времени запрыгнуть в метро или нет Вот У меня разрядился телефон в котором находятся электронные билеты на поезд В общем если честно сегодня очень хорошо Но поездка в Будапешт была незабываемой Поэтому на этой супер позитивной ноте Я заканчиваю свой влог из Будапешта Большое спасибо за просмотр И до встречи уже во новых влогах уже из Вены Всем пока